всем привет и мы наконец-то продолжаем спустя месяц проходить call duty ghost кто смотрел на первую часть помнит что я ее перестал проходить из-за того что пока версия была очень не оптимизирована она и сейчас очень не просто не оптимизирована было но благодаря патчем вроде бы искала стала более менее играбельно играем мы почти на максимальных настройках будем играть но я еще пока не знаю попытаюсь но я боюсь играю в опять начнем то 5 выпендриваться но без фрапса работает вроде бы нормально просадки есть но не такие как были тогда пустыни были уничтожены наступил коллапс зависевших от них держав и тогда же началось возвышение федерации федерация объединила всю южную америку под одним знаменем поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север обратив против нас один федерация встала на границе америки готовые нанести удар они считали что мы ослаблены легкая жертва ждущий последний удар мы сражались долго упорно пока не оказались в падовой ситуации и здесь в кратерах нейтральной зоны мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником просадки были и остались но вроде бы не такие как тогда ищи услышишь там кто-то есть ждем раэль и если он атакуется и стрелять и опять разведчики ну ладно попытаюсь поставить меньше настройки вроде бы стало получше что будет именно при работе с фрапсом я не знаю ну блин я не знаю и я думаю что окончательная игра такая будет никто ее идеально не исправит она такая сейчас есть я не забуду еще патчи с оптимизацией какая есть такой будем начать походить не надоело честно говоря просадки есть но уже блин как бы не такого типа как раньше как когда я проходил первый раз еще субтитры я не знаю почему то нет субтитров бредязина какая-то куда пропали субтитры их тут нету что ли вы меня наебуете как видите субтитров нет включить не можем опа гранатка это плохо первым делом нужно поснимал поснимать тех кто сверху вот там вот на мостике они они куда-то бегут и хрен с ними а а а а а а и и и и и Один есть! Выпад обстрела! Выпад обстрела! Чёрт, когда вы же кончитесь? Блин, да задолбало дёргать уже, как контузия, блин, долбанная! За что я люблю классы, так это то, что только в этой игре так дёргает, блин, так что я не знаю. Мне уже стошнит сейчас. Да тут вообще просто так нету, я не знаю почему. Ну, в общем, значит так. Будем играть вот при таких настройках. Здесь всё максимальное, вот здесь примерно, вот оно. Потом, начиная с глаживания, глаживания они максимальные. Потом тут тени идут уже, включенные, они или включенные, или нет. И всё, а там уже качество, текстуру. Размеры текстуры экстра, это максимальное. Потом нормально, нормально, это среднее. И текстура воды тут или низкая, или высокая, всё. Вот так вот. Мне ещё повезло, раньше при таких настройках. Да там раньше и при низких настройках снимать невозможно было. Я пытался, по-моему. А чё мне делать? А, ралли, боже мой, я думал это мне. А, мы ещё должны выдержать атаку. Неудивительно. Логан, свей вертолёт, управляемыми ракетами. Да никуда-то вообще не летят, непонятно куда. Ну, вроде бы попал. Чё, а он сам перезарядиться не может? Чёрт, сколько тебе нужно-то, а? Чисто! Всё чисто! Капрал Дэвис, отвечаете за транспорт. Вас понял, возьму на себя транспорт. Логан, ты на охране сзади! Тихо. Погнали, мужики! Чёрт. Чёрт! 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 Но, два минута спустя... Повторяю, все поставки приостановлены до изменения ситуации. Пошли, надо найти старика. Пап! Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда? Прогуляемся. Отец, они казнили гражданских? Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Слушайте, парни. Вы последний, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Но я только вам и могу довериться. Пап, послушай, а. Что бы это ни было, мы с Логаном, мы готовы. Пап. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго обранились. Так что я отправляю вас за стену, ребята. Вы свяжитесь с разведотрядом. Соберете столько информации, сколько сможете и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать как не вам. Вы отправляетесь домой. Домой? Не рано ли? Мы называем это нейтральной зоной. К району между Лос-Анджелесом и Сан-Диего был нанесен огромный урон, когда Один повернулся против нас. Пляжи, которые, я помню, с детства теперь заброшены. Повсюду мины. Отец сказал, мало кого направляют в нейтральную зону. Слишком опасно, непредсказуемо. Раз он послал нас сюда, то это очень важно. Но я все не мог избавиться от мысли, что он нас снова проверяет. Хочет преподать урок. Нихрена себе преподать урок, мы там умереть можем. Классный папа. Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Вражеский патруль запада. В бой не вступать. Пусть подойдут. Приготовиться. Вперед. Третья группа в 30 километрах. Нужно смотреть, оба могут быть и другие. Ну что, хочу по поводу графика, хочу сказать, что да, она изменилась. Я не спорю. Ну, не особо. Тем более для таких требований. Ну, это все консоли, я не буду дураком. Это из-за консоли, все это дураку понятно. Точнее, его останки. Ладно, пора двигаться дальше. Сталкер 6, говорит Викинг. Вы на пути к цели, как слышите, прием. Вас понял, Викинг. По последним данным в этой зоне куча врагов, так что будьте на чеку. Пока идем по расписанию, так что добыли данные и назад. Я не могу. Понял, Ваш. Чисто. Эй, ты смотри. Ха, никогда не думал, что опять ее и увидят. Думаю, это значит, что пора шевелиться. Ты что, совсем все забыла? Черт, это место нагоняет до меня дикую тоску. Ну же. А, вон он, что умел в виду, в каком смысле домой. Ну ладно, я просто давненько не играл уже. Не догнал сразу. Здесь нужно идти осторожно. Теперь я понял. Черт. Вон. Да, собаку хорошо сделали. Еще бы динамический мех, но я не рискнул включать. Он работает у меня нормально на низких. Но, как видите, игра же криво оптимизированная. Это просто садомаза получается, если я включу еще и физикс. Образно говоря. Начали. Ага, жилет дикорнизирован своей камерой. Ей будет легче управлять. Теперь он всюду пойдет с тобой. Впереди две цели. Пусть разделятся. Ближний матушин, я держу. Супер. А куда ел ты старай? Может привлечь его внимание. Я возьму этого. Ну а куда мне идти тогда... снимай давай вроде бы без проблем получилось не всяким и тут оказались быстро можно было идти управлять одновременно я не этого не могу понять нестыковочка вау аж выбежали парни парни вас какие-то проблемы опять оля battlefield там тоже на киев приказа давать но там толку прикат этих приказал нет вообще я смелюсь так сказать ну в компании не то вот и теперь собаку попал моли вы блинга жалко могли бы сделать так что просто не попадая по нету и все сквозь нее проходит собаку оттуда отправлять это бред полный но и 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 Подавление огнём. Вижу врага. А я, блин, не могу понять, откуда стреляют. Громота. Подвигайтесь. Видим, коренка, выручили данное перемещение врага прямо перед вами. Если просвешите, сможете их перекладить. Возьмите. Скоренка, нам не забыли. Покажу. Да, собака тут не тупая, помогает мне. Возьмите. Возьмите. Тише. 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 Прикольно, так крадётся. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Ок. Хороший мальчик. 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 Хороший. Хороший мальчик. 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 Хороший мальчик.